Сегодня я расскажу вам, поделюсь своим опытом работой над приложениями для дополненной реальности, расскажу про специфику дизайна для мобильных устройств и про то, какими инструментами я пользуюсь для проектирования и прототипирования опыта дополненной реальности. Дополненная реальность – это микс между информационным слоем и физическим миром вокруг нас. В отличие от виртуальной реальности, где полностью все процедурно сгенерируемо, в дополненной реальности мы добавляем определенную надстройку над тем, что находится вокруг нас. Окей, определились с тем, что такое дополненная реальность, а какой она бывает? Дополненная реальность бывает разной в зависимости от той или иной классификации. Одна из распространенных классификаций – это классификация по способу отображения информации и дистанции от глаз. Соответственно, у нас есть три поля. Это устройства дополненной реальности, которые находятся в пределах нашей головы, те, которые находятся в пределах нашего тела, и те, которые находятся в мире вокруг нас. Соответственно, это головные приборы, смартфоны и проекторы, какие-то стационарные устройства. Примером головного устройства является GoLens от Microsoft. Примером ручного устройства – любой мобильный смартфон, смартфон, который есть у каждого из нас практически. Соответственно, стационарные устройства – это Womax, волюметрический интерфейс, который позволяет создавать цифровые объекты, объемные, пространстве. Определились, посмотрели, какие они бывают. Далее мы с вами подробнее поговорим о мобильном опыте дополненной реальности. Это так называемый Handheld AR, рукодержащая, рукодержащая дополненная реальность. Как-то так. Лучше такие вещи не переводить. Дополненная реальность давно уже перестала быть каким-то концептом из научно-фантастических фильмов. Это стало реальностью. Каждый из нас может примерить мебель из Ikea в своей квартире для своей квартиры и купить ее, не выходя из квартиры. Вы можете использовать дополненную реальность для того, чтобы создавать цифровых двойников, использовать его для создания развлекательного контента, для коммуникации с друзьями. Итак, у нас с вами есть приложение и в нем есть дополненная реальность. Вопрос. Как сказать пользователю, что она у нас присутствует? Наверное, нужно каким-то образом обозначить это. Компания Apple предлагает делать это так, слева. Компания Google таким образом. Соответственно, на практике мы имеем то, что если у нас есть 2D интерфейс, мы помещаем некоторую эту иконку, которая говорит нам о том, что мы можем перейти в режим дополненной реальности для того, чтобы каким-то образом исследовать, посмотреть в больших подробностях объект. Это Google. Мы с вами уже услышали от меня то, что дополненная реальность – это микс между цифровым миром и физическим миром. Интересный вопрос. Каким образом наше приложение получает информацию о мире, который нас окружает? Как оно может понять его? Делается это с помощью трекеров различного рода технологий. Технологии распознания поверхностей, технологии распознания освещения, лиц, людей, картинок, каких-то объектов, паттернов. Само по себе устройство, приложение ничего сделать не может. Почти всегда требуется помощь пользователя. И задача дизайнера здесь подсказать, вернее даже сказать пользователю, какая помощь от него требуется. Если речь идет про, например, распознавание поверхностей каких-либо, то мы должны сказать «Хей, пользователь, покрути, пожалуйста, смартфоном. Нам нужно больше информации о среде, в которой ты находишься, чтобы мы могли создать виртуальную модель, запустить наши алгоритмы машинного обучения». Если это приложение, связанное с работой вашим лицом, какие-то энхансеры, улучшатели, либо создание аватаров, опять же, то мы должны сказать пользователю. Пользователь, расположи его таким образом, чтобы мы могли сделать качественный снимок и в дальнейшем обработать эту информацию для того, чтобы сгенерировать объект, аватар, который выглядит как ты. Если это распознание картинок, паттернов, то мы тоже каким-то образом ведем пользователя по этому пути. Вот картинка, вот что ты должен сделать, смотри, получай результат. Теперь наше приложение, наше устройство знает о том, как устроен мир, что он из себя представляет, оно его понимает. Следующий шаг – как сделать его лучше, как его обогатить, потому что дополненная реальность – это про обогащение, цифровое обогащение мира вокруг нас. Почти во всех случаях это цифровое обогащение представляется, как некоторый интерфейс в приложении. Соответственно, интерфейсы в дополненной реальности бывают у нас экранные и объемные. Поговорим немного об экранных интерфейсах. Наверное, самое главное правило при проектировании интерфейса, экранного интерфейса для дополненной реальности – это чем меньше интерфейса, тем лучше. Дело в том, что наш смартфон, трансляция с камеры – это своего рода окно в мир дополненной реальности. Поэтому любые пятна, любой шум в этом окне, он разрушает магию погружения, делает опыт менее глубоким. Возвращает человека из магического царства дополненной реальности в реальный мир. Этого следует избегать. Вот так делать можно, вот так не очень. Соответственно, все-таки иногда приходится располагать на экране какие-либо элементы интерфейса. И здесь, ну, только одна рекомендация. Располагаем интерфейс только, который требует либо немедленного доступа, например, кнопка «Закрыть», возможно, подтверждение, либо который очень часто используется в приложении. Хорошим примером могут быть кнопка «Камеры», «Сделай снэпшот», «Видеофото». Интерфейс контроллеров для игры дополненной реальности. Их используют довольно часто. Следующая история, которую я хотел бы здесь отметить, то, что традиционно, когда мы проектируем 2D интерфейс, то основным правилом является ясность, понятность, распознаемость, возможность быстро распознать элементы интерфейса. Поэтому, когда мы создаем интерфейс, выбираем цвет интерфейса, да, элемент, то если фон среда, например, светлая, то элементы интерфейса темные, если среда темная, то элементы интерфейса светлые. Все очень просто. Черным по белому, либо белым по черному. В случае с дополненной реальностью у нас нету однородной среды, мир. Она постоянно меняется, как и, собственно, мир вокруг нас. Поэтому существует несколько приемов, которые позволяют адаптировать элемент интерфейса под изменяющуюся реальность. Изменяющийся контекст – это подложки и такие компромиссные цвета, и там разного рода обводки, тени, которые позволяют выделить и отделить элемент интерфейса от, собственно, трансляции с камеры. Пример приложения Чудо, например. Объемный интерфейс. В целом, во всех случаях, когда у нас есть возможность перенести элемент интерфейса в 3D-сцену, в саму дополненную реальность, этой возможности нужно обязательно пользоваться, поскольку это позволяет усилить опыт пользователя и, соответственно, показывать какую-то информацию в контексте этого опыта. Например, это могут быть лейблы, это могут быть какие-то ту-типы, позволяющие и объясняющие, что нужно сделать с этим элементом. По идее, он должен проигрываться. Ну, окей. Пример объемного интерфейса в приложении, над которым я работаю в текущий момент, это placeholder. На момент, когда у нас не загружен какой-либо из ассетов, аватар, да, в камере, то мы не выводим просто какую-то информацию, что вот смотри, он грузится. Мы сразу получаем placeholder на человека, на его лицо. Таким образом, пользователь сразу понимает, ага, это то, что меня ожидает. О, прикольно. То есть, пользователь по-прежнему находится в этом контексте дополненной реальности, в 3D сцене. И вот этот опыт перехода, когда ассеты загрузились, объект появился, он бесшовный. Это круто. Это нужно стараться постоянно поддерживать. А, вот она, заработала. UseCase. Расскажу про несколько проектов, над которыми я работал. Одно из них это Makeup. Это редактор, основанный на технологиях машинного обучения, который позволяет нам накладывать Makeup, макияж на лицо, либо удалять его. Дело было в 2016 году. На тот момент основным приложение делалось с целью вирального распространения, как эксперимент, над одним из алгоритмов, которыми работали. И в качестве канала был выбран Instagram. Как вы знаете, долгое время Instagram был про квадрат, поэтому в плане решения интерфейсной задачи UX было все очень просто. Верхняя часть отдавалась квадрату камера фид, соответственно, нижняя часть располагали все интерфейсы управления. Это прикольный сегмент control из DREBOA, который был сделан для этого приложения. Magic. Следующее приложение это Magic. Оно про игры в дополненной реальности и маски для лица. Там зайчик. Соответственно, была серия тоже продуктовых экспериментов. Основная фича приложения было это распознавание эмоций, их детект и попытка осмысления в качестве каких-то продуктовых юзкейсов. Основная ключевая механика была это, соответственно, маски. Вы могли разместить маску на свое лицо и с помощью эмоций детектировать определенную анимацию. Таким образом, это были как бы такие стероиды для ваших эмоций. Возможность каким-то образом выразить себя максимально таким качественным, интересным образом. Ну и, соответственно, пардон. Соответственно, игры с помощью эмоций эмоций были как своего рода контроллер. Контроллер опыта внутри игры. Была целая серия игр. Можете скачать, все еще доступно поиграть. Это паттерн, который я использовал для развлечения этих молдов дополненной реальности игры. Приложение, над которым я в текущий момент работаю, чудо-мессенджер. Оно позволяет создавать 3D-аватары персонализированные, использовать их для общения, для коммуникации, как и в любом мессенджере. Здесь есть список чатов, здесь есть чат, здесь есть возможность сменить образ. Сегодня вы человек, завтра каула, яйцо, авокадо, орел, собачка. Кто угодно. Мир огромен, разнообразен. Основной фишкой этого приложения это создание персонализированных аватаров. довольно сложная технология, требующая на тот момент, это было полтора года назад, требующая довольно точных данных с вашего лица. С точки зрения продуктового челленджа, необходимо было интерфейса, необходимо сделать было такой интерфейс, который позволял получить очень точную информацию с вашего лица. то есть вы должны были смотреть ровно в камеру, как на фотографии, когда вы фотографируетесь на паспорт, чтобы максимально точно снять информацию и персонализировать объект Mesh. про персонализацию. Соответственно, было про брейнштормеры огромное количество идей, начиная от элементарного совмещения двух кругов. Лазеры из глаз должны прожечь две дырки в вашем смартфоне, какие-то контролы различного рода сложные и веселые механики с деформацией, с какими-то спецэффектами. Но в итоге как там бритва кама самое простое решение на тот момент восторжествовало. Это совмещение двух овалов. Вот пример. Это решение очень-очень хорошо работало. мы получали очень точную правильную фотографию и это позволяло нам, позволяло нашим алгоритмам создавать очень точную персонализацию вашего объекта буквально там в считанные секунды в зависимости от мощностей вашего устройства, конечно. Вот. Но была проблема. Проблема заключалась в том, что эта задача с прицеливанием. То есть вам необходимо, пользователю необходимо что-то сделать. У вас есть объект, вы должны его разместить в определенную точку для того, чтобы задача считалась успешной. Эта задача требует определенных усилий умственных. Вот. Поэтому в ряде кейсов, когда люди например, по какой-то причине либо отвлекались, либо там метро ехали и пользовались этим приложением, когнитивные ресурсы мозга были заняты, то эта задача не выполнялась. Соответственно мы искали способы, как сделать этот процесс еще проще. Убрать задачу с прицеливанием. В итоге самая простая идея это просто открываете телефон, подносите к лицу, щелчок, все получили. Магия. Вот. И мы это сделали недавно. Просто подносите, это было достигнуто за счет оптимизации алгоритмов. Вот. Просто подносите лицо, фейерверк, получаете аватар, который как вы. Вот. Небольшое резюме предыдущего слайда в том, что продуктовая история это не работа дизайнера это не только про чистые интерфейсы, да, это еще работа именно как часть команды поиск оптимального решения в плане преодоления технических каких-то ограничений. Инструменты. Сейчас я вам расскажу про инструменты, свои любимые инструменты, которые я использую для дизайна и прототипирования. Дополненные реальности. В целом всю эту группу своих портов. Всю группу этих инструментов я различаю по двум параметрам это скорость и интерактивность. Скорость это параметр, который определяет количество итераций, которые я могу провести за единицу времени. Интерактивность это параметр, который характеризует инструменты, с точки зрения насколько интерактивен будет прототип, который появится на выходе. Ну, немного по каждому из них. Фигма. Я использую фигму для экранного дизайна и автор эффект для композитинга и анимации. В авторе есть трекинг, который позволяет создавать эти анимации. в целом когда не требуется какие-либо сложные интерактивные валидации какой-то сложного взаимодействия, то эти инструменты вполне решают задачу. Недавно попробовал Blender бесплатный, делает то же самое. Скорее всего перейду на него. Хороший инструмент Tilt Brush это софтина для скетчей в виртуальной реальности и здесь крутая такая штука происходит в том плане, что вы проектируете дополненную реальность в виртуальной реальности. Очень круто быстро накидать скетч показать его в контексте каких-то движений то, что вы можете двигаться вокруг него какие-то эффекты накидать очень быстро все это делается быстрее даже чем если вы будете рисовать потому что когда вы рисуете вам нужно в голове задействовать модуль который отвечает за перенос 3D пространства в 2D уроки рисования в школе перспектива в общем тут все просто элементарно и очень круто Unity самый наверное крутой и мощный инструмент в моем арсенале дает вам доступ ко всем API ARKit и ARCore из минусов его это то, что на текущий момент нет реалтайм апдейта и фактически я сделал какой-то прототип экспортнул в проект для x-кода открыл x-код открыл проект скомпиливал на устройство прошло 5 минут в общем на текущий момент к сожалению не самая дизайнерская туза но ребята обещали добавить реалтайм 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 апдейт то есть чтобы все изменения которые выносите в код либо там в цену да моментально апдейтились на вашем устройстве прям в редакторе ждем верим надеемся другой инструмент тоже крутой для прототипирования он интерактивный это афрейм это надстройка плагин для 3.js позволяет вам прям в браузере экспериментировать со всей этой историей в общем крутая штука в том плане что вам ничего не нужно просто браузер javascript aframe rjs рекомендую и самый любимый мой инструмент для прототипирования для исследований в этой области это p5 p5 это библиотека на javascript фактически процессе некоторое окружение для креативного кодинга вот ml 5 это надстройка на тензерфлоу с очень удобным ap дружелюбным вот эти технологии работают поскольку они сделаны для лэба они работают прям в браузере и это просто офигенно круто потому что вам тоже ничего не нужно не нужно ждать пока что-то скомпились пока dependency какой-то там настроится окружение просто открываете браузер редактор подключили библиотеку пишите делайте то что нужно здесь на примере я валидировал совмещение как раз разные микроинтерации с совмещением двух референсных овалов надо сказать что буквально позавчера запущена была вторая версия teachable машин от гугла это визуальная среда для тренировки машинных алгоритмов очень можно даже без знаний там всей этой истории накидать обучить модель закинуть поиграть поэкспериментировать здесь полснет использовался технология позволяющая детектить расположение тела в пространстве другой инструмент недавно с ним познакомился очень крутой пардон близко это spark.r кто-то возможно из вас уже пользовался фильтрами в инстаграме собственно это туза предназначена для создания фильтров и масок для фейсбука инстаграма но внутри она имеет колоссальные очень удобные IP на джаваскрипте очень удобные уже встроенные алгоритмы для детекта лица human сегментейшн когда вы можете распознать по картинке человека и все пиксели которые принадлежат этому человеку выделить их что-то с ним сделать на текущий момент пока я в работе не использую но уже сделал пару прикольных фильтров на инстаграм можете найти мне лайк поставить всем спасибо ребята подписывайтесь в на заходите на мой сайт спасибо 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 Продолжение следует...